Во Владимире утром 1 июля загорелось административное здание на Октябрьском проспекте. В нем находится территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание было задымлено. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей, разведки и тушения возгорания. Огнеборцы потушили пожар. Пострадала внутренняя отделка и имущество серверной. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 40 человек. В тушении пожара участвовали 24 спасателя. Дознаватель устанавливает причину пожара. Ремонт автомобильной дороги М7 «Волга» во Владимирской области выполнен почти на 40%. В работах задействовано 35 специалистов и 33 единицы дорожной техники. Устранены 13 мест, в которых у основания дороги образовались пучины, деформации и разрушения дорожной одежды в виде бугров. Кроме того, специалисты установят более 350 новых дорожных знаков, обустроят пешеходные переходы и автобусные остановки, а также отремонтируют более 12 километров пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автодороги. Полностью ремонт планируется завершить в ноябре этого года. Министерство транспорта напоминает, что на участки введены ограничения. Максимальная скорость вне населенных пунктов 50 км в час. В населенных пунктах 40 км в час. В местах производства работ движение организовано по одной полосе. С 4 июля в России начнется оформление цифровой карты болельщика. В соответствии с распоряжением правительства России карта болельщика является обязательной на матчах чемпионата России по футболу среди команд клубов российской премьер-лиги, а также на финальном матче Кубка России по футболу. Карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах. Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы участники российской премьер-лиги. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ. Карта болельщика будет использоваться для покупки билетов или абонементов. Самостоятельно подать заявление на получение электронной карты болельщика смогут граждане старше 14 лет в личном кабинете на госуслугах. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители. В Рио губернатор Александр Авдеев направил почти 6 миллионов рублей на реставрацию усадьбы князя Голицына в рамках подготовки к празднованию в селе Сима 210-й годовщины Бородинского сражения. Открытие от реставрированной части главного дома имени князя Голицына запланировано на 27 августа. Кроме того, 25 сентября будет отмечаться День памяти Петра Багратиона, который провел свои последние дни в этой усадьбе. В этом году планируется направить 36 миллионов рублей на реставрацию первого этажа, оснащение и переоборудование Народного музея, проведение работ по водоотведению. После реставрации комплекс вернется к своей работе. Снова откроется Дом культуры, библиотека и музей, посвященный истории Голицыных и легендарному полководцу Петру Багратиону. Субтитры создавал DimaTorzok